Я приветствую всех любителей моделизма. Сегодня у меня обзор на вот такую вот известную модель от звезды. Немецкий средний танк Pantera. Также известный как Т-5 или Panzer V. На коробке тут изображен такой вот красивый бокс-арт. Далее здесь идет список красок, рекомендуемых производителем. Длина модели 24,7 сантиметра и 698 деталей. На звездовском Тигре их было около 300, если я не ошибаюсь. А на Т-90 и Терминаторе там было за 400. Здесь их почти 700. Что я считаю весьма нехилом для танка. Здесь с этой стороны коробки изображен мини-каталог модели от звезды. Это тяжелый танк ИС-2, Т-34, КВ-2 и Тигр. Далее на обратной стороне коробки изображена уже собранная модель, но не окрашенная. Тут мы видим, что в модели присутствует внутренняя часть башни. И также есть наборные траки. Наверное, они и добавляют такое огромное количество деталей. Давайте посмотрим, что внутри коробки. Открывается она сбоку. Так, здесь у нас техника безопасности. Инструкция. Инструкция скреплена скрепками. Сделана в виде книжечки, что очень удобно. На первой странице здесь идет краткое описание модели. И опять же, техника безопасности. Далее здесь изображены все литники, которые есть в наборе. И декали. Так, тут сразу показано два варианта сборки. С закрытыми и открытыми люками. Ну и сама сборка. Начинается она с башни. Точнее, с ее внутренней части. Далее идет установка орудия. Ну а далее идет сборка ходовой. Ходовая у немецких танков очень сложная. Особенно у поздних моделей танков. Далее здесь сборка гусениц и их установка. Далее идет сборка верхней части корпуса. Я вижу здесь очень много маленьких деталей. И вот здесь идет установка различной обвески дополнительной. Здесь очень много разного инструмента. Дополнительных траков. Тросов. В общем, придется повозиться. На последней странице здесь инструкция по краске. Здесь два вида краски. Такой вот полосатый и пятнистый. Давайте перейдем к литникам. Так. Здесь ванна корпуса лежит. Незапакованная. Также здесь детализированная нижняя часть. выглядит весьма неплохо. Следы оттолкателей внутри. Так. Здесь у нас такой вот пакетик с декалями. Декалей, к сожалению, не так много. Но мне хватит. Далее здесь в пакетике еще присутствует такой маленький литник с прозрачными деталями. Хорошо, что они начали защищать так вот декали. Потому что в более старых наборах они просто валялись в коробке. Как и литники. И иногда они повреждались. Так. Теперь у нас здесь литники идут. Достаточно много. Давайте начнем вот с этого. Все они завернуты. Целлофан. Сейчас мы его вскроем. Здесь у нас сборные траки. Тут их сейчас посмотрю. Четыре литника с траками. Пожалуй самая трудная часть в этом наборе это сборные траки. Но выглядеть они будут конечно же намного лучше чем винил. То есть повозиться придется но она того стоит я считаю. хотя для новичка я бы посоветовал попробовать с винила. Здесь еще три таких литника они абсолютно одинаковые. далее пошли крупные литники это верхняя часть корпуса так здесь присутствует небольшой облой вот он его легко можно зачистить зашкурить следы оттолкателей они все с внутренней части деталей что очень здорово так тут в мешке еще один литник опять же завернутый целлофан здесь детали от башни ствол к сожалению из двух половинок отлитого все весьма неплохо даже мелкие детали без облоя следы оттолкателей опять же с внутренних частей деталей здесь еще один литник с кучей мелких деталей тут идет инструмент тросы отлитый из пластика облоя я не вижу все выглядит весьма неплохо следы оттолкателей опять с внутренней части здесь у нас еще два литника с деталями от с катками деталями отходовой оттолкателей опять же облоя я здесь не вижу так здесь присутствуют еще такие куски траков оттолкателей отлитых одним целым что несколько упростит сборку облоя нет следы оттолкателей тоже все внутри ну и здесь еще вот такой же литник с деталями отходовой абсолютно идентичен облоя нет вот такой вот набор что я могу сказать своей покупкой я доволен насчет стыковки я пока не знаю но я слышал вроде эта модель очень качественно сделана и проблем со сборкой не должно быть единственное что деталей в ней довольно много поэтому придется повозиться из аналогов других производителей Tamiya выпускает Pantera потом DRAGON ICM и TALERI но звездовская модель это пожалуй самый дешевый вариант для новичка я не посоветовал бы эту модель так как слишком много деталей но я думаю для среднего и опытного моделиста она в самый раз спасибо всем за просмотр и всего хорошего декору